И Сына, и Святаго Духа. Дорогие отцы, братья и сестры, из ивановских примеров мы знаем о духовном вреде лжи. Так, например, Анания и Сапфира, которые пытались укрыть часть своего имущества, упали мертвыми у ног апостола Петра. Бог любит правду, а христианин должен любить правду и ненавидеть ложь. Так, например, Иудеи, когда искушали Христа, будто бы Он творит чудеса силы бесовской, «И Господь сказал им, «Вы отца дьявола вашего есть те, в который есть ложь и отец лжи». Ложь бывает и на словах, и на деле. Нередко мы встречаем таких людей, которые любят мешать правду с вымыслами, быль с небылицей. Таких людей мы называем постунами. Такие люди очень быстро теряют доверие и уважение, в глазах людей умных, степенных. А этим нужно дорожить. Другие же по своему легкомыслию и тщеславию позволяют себе шутить и смеяться над своими ближними. Нередко эти шутки весьма скрепительны. Из-за этого было и так, что разрывается дружба между людьми, возникают конфликты. Эти люди должны всегда знать, что они теряют самое главное, они теряют благодать Божию, которая не живет в сердцах лгунов и клеветников. Бывает ложь и на деле. Она возникает при всевозможных сделках между людьми, при покупке, продаже, обмене. Но мы должны помнить, что всякая копейка, которая зарабатывает с таким нечестным путем, она нестабильна и никогда на порцию не пойдет. Особенно всякой лжи должны бояться священнослужители. Правда для нас должна быть облачением и одеждой, которая бы покрывала все наши части тела. Чтобы ничего в нас не являлось в наготе к соблазну других. Если мы других учим, а сами не делаем, не исполняем то, чем мы учим, то какая же здесь правда? Будем же, дорогиецы, братья и сестры, бояться гнева Божия, который нередко постигает людей, живущих ложью. Заодно только лживое слово, она не сафера, были поражены судом Божиим. А наша ложь, она разве простительней? Разве мы не понесем за нее ответ? Будем же стараться делать правильный выбор между тем, кто есть ложь и отец лжи, и между тем, кто есть свет и истина и жизнь. Аминь. Спасибо.